Сегодня в утренние часы в администрации было оживлённо и волнительно. Юнормейцы, добровольцы, волонтёры, участники СВО, представители Народного фронта и все те, кто вносит ценный вклад в приближение мира у границ Родины, занимали свои места. Жители Бийска неравнодушны к СВО, регулярно собирают тонны гуманитарного груза и отправляют в зону конфликта. Самое главное, что эта помощь пришла из Бийска. И там это очень важно, когда слово «Бийск» уже написано, это уже вызывает большие эмоции. И ребята всё бросают и смотрят, и разбирают эти посылки и так далее, и смотрят, насколько это всё душевно, и насколько это, когда приходят из родного города, это очень важно. А у нас такие, ну, как бы сказать, очень-очень много поддержки. В начале мероприятия отметили наградами юноармейцев, которые заняли первое место на региональном этапе конкурса «Победа». На протяжении двух дней соревнования проходили в нашем городе воинской части. Впервые за 8 лет команда города Бийска, краевого отряда «Атаман» имени Алексея Соколова, при воинской части 31-466, стала победителем регионального этапа. И победой стало то, что они едут у нас в начале июля, первой недели июля, на всероссийскую игру «Победа». Прославляют город не только юные жители, но и те, кто на передовой. Медалью специальной военной операции был награждён наш боец. Кроме того, благодарность вручили тем, кто в тылу. Бийчане сплотились, организовали волонтёрское движение и, не жалея времени, сил, стали помогать фронту. Плели сети, шили костюмы, готовили сухпайки и многое другое. За прошлый 2023 год мы сплели 9 тысяч квадратных метров. На сегодняшний момент, на 1 мая, за 2024 год, мы уже сделали более 9 тысяч квадратных метров. Мы открыли два пошивочных цеха. Сейчас у нас поступают заказы от бийских воинских частей. Мы уже сшили более 100 костюмов. Единение и помощь неравнодушных отметил и представитель правительства Алтайского края в ЛНР Юрий Проскурин. Он рассказал, что лично провожал в бой ребята из Бийска и как важна им наша поддержка. Вообще, когда я первый раз оказался там, в Луганской Народной Республике, а большую часть времени за эти два года там нахожусь, время от времени сюда приезжая, я вообще первый раз увидел ребят именно из города Бийска. военнослужащих, которые с самых первых дней принимали участие в специальной военной операции. И причем это была такая ситуация, когда ребята уходили в бой. Бои и подвиги бойцов – все останется в истории. Участники Всероссийского военно-патриотического общества увековечивают память. И сегодня торжественно вручили городу-знамя. Всей нашей геройской истории, событий, людей, героев – это общественно-государственная организация, учредители Министерства обороны и Министерства культуры Российской Федерации. Поэтому вот теперь свое знамя будет в городе Убийске. Абийскому краеведческому музею Юрий Проскурин привез с поля боя гранатомет, который пронизан осколками. Этим, так скажем, уже использованным вооружением, оружием, мы начинаем экспозицию специальной военной операции в городе Убийске, в Убийском музее. Вещи с фронта от участников СВО будут пополнять коллекцию музея и станут молчаливыми свидетелями истории о том, как героические бойцы преодолевают испытания и отстаивают свободу, честь и независимость нашей Родины. Олеся Бедарева, Андрей Сегаев. Будни.